Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале! Сегодня приготовим постный пирог с капустой и морковью. Готовится очень просто и быстро, из самых доступных продуктов. Получается румяный аппетитный пирог, вкусный как на первый, так и на второй день. Для начала приготовим тесто. В миску уливаем 250 мл теплой воды, добавляем 10 г свежих дрожжей, если сухие, то 1 чайную ложку. 1 столовую ложку сахара, пол чайной ложки соли. Слегка перемешиваем, чтобы дрожжи растворились. Затем добавляем 370 г просеянной пшеничной муки. Я готовлю это тесто уже не в первый раз, поэтому точно знаю, какое количество муки потребуется. Но мука бывает разная, с различным содержанием белка, поэтому лучше добавлять ее постепенно, сразу всю не всыпать. Ее может потребоваться немного меньше или немного больше. Когда мука с водой соединились, добавляем 3 столовые ложки подсолнечного масла без запаха и продолжаем замешивать. Я сегодня делаю это с помощью датского венчика. Также можно замесить это тесто руками, либо миксером. Оно в итоге должно получиться вот такое мягкое, немного легковатое. Готовое тесто накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте для подъема на 1 час. Пока тесто подходит, приготовим начинку. Для этого в глубокую сковородку, либо сотейник, наливаем небольшое количество масла и обжариваем 1 крупную луковицу и 1 крупную морковь. На сильном огне в течение 5 минут. Добавляем соль по вкусу или приправы по желанию. Затем добавляем 350-400 граммов капусты. Капусту я порезала, залила кипятком. Минуту она постояла, затем откинула на дуршлаг. Это необходимо сделать, если капуста грубовата или имеет небольшую горечь. Если капуста молодая, свежая, мягкая, сладкая, то заливать кипятком ее не нужно. Добавляем также соль или приправы по вкусу. Я накрываю крышкой и буду готовить на среднем огне, периодически помешивая 10-15 минут до мягкости капусты. Начинка приготовилась и успела остыть. За это время тесто очень хорошо подошло. Посмотрите, как оно увеличилось в объеме. Тесто необходимо хорошо обмять и выпустить из него весь воздух, чтобы не было запаха дрожжей. Если есть время, можно дать ему подняться второй раз. А можно сразу приступать к формированию пирога. Для этого рабочую поверхность необходимо смазать либо маслом, либо присыпать мукой. Выложить тесто, превратить в лепешку. Сверху выложить всю начинку. Затем тесто собрать в мешочек. После чего мешочек перенести на противень, присыпанный мукой, швом вниз. Затем уже на противне очень удобно будет примять пирог рукой. До толщины примерно 1,5 см. Аккуратно, чтобы начинка не вылезала. Чтобы во время выпечки пирог не превратился в шар и не лопнул по краям, сверху необходимо сделать любые надрезы. Выпекать такой пирог нужно в разогретой до 200 градусов духовке, обогрев верх-низ, я еще использую конвекцию, 20 минут. А вы ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Сразу же после духовки в горячем виде пирог необходимо смазать кусочком растительного маргарина или подсолнечным маслом без запаха. Если же вам не нужен постный вариант пирога, то лучше в таком случае смазать его поверхность кусочком сливочного масла, примерно 30-40 граммов. Масло мгновенно тает и впитывается, пирог становится очень блестящим, глянцевым и мягким. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Для меня это очень важно, а для вас совершенно бесплатно. На моем канале много вкусных и экономных рецептов. Желаю вам приятного аппетита, хорошего дня и отличного настроения. Крепкого здоровья, мира, любви и всего вам самого доброго. До новых вкусных встреч! Субтитры создавал DimaTorzok